Русские новости вас приветствуют. В Москве очередная трагедия. Убит студент Бауманского университета Сергей Костюченко. Убит обычным почерком этнобандитов, изрезан ножом. И сразу либералистическая пресса начала выдавать на гора свои подлые характеристики. И якобы не юный студент защищал девушку, а наоборот ссорился с ней, и ему кто-то сделал замечание. Но потом после замечания, естественно, нанес несколько ножевых ранений. Скорее всего, это выполнение инструкции неких спецслужб, которые хотят погасить протест против этнобандитизма, очередной протест. Поэтому говорят, да вообще, что там убили? Убили укропа. Убили русского человека. И в очередной раз пытаются сбить волну возмущения, которая, естественным образом, возникает в русской среде. В воскресенье должен был состояться сход студентов около общежития. Мы не знаем, как он прошел. В следующий раз постараемся сообщить. В Санкт-Петербурге другая трагедия. Там охрана задержала в магазине, в супермаркете старушку, которая пыталась украсть три пачки масла. Вызвали полицию, задержали, ну и в полицейском участке она умерла. Хозяева сети супермаркетов, армянская этническая группировка, объявила о том, что охрана действовала по инструкции и все в порядке. Все в порядке, когда людям нечего есть, когда старушка-блокадница пытается хоть как-то сохранить свою жизнь, и ее фактически лишают жизни совокупными усилиями охраны и полиции. В дальнейшем формулировки вот этот этнический владелец несколько смягчил, выразил сочувствие родным и близким, покойным, но все равно подчеркнул, что все действуют по инструкции. Все правильно. Это все по их правилам. По нашим правилам все будет по-другому. Ну и к охранникам хотелось бы обратиться. Вы чего так рьяно служите-то этим поганцам и полицейским? Вы что так рьяно служите этому режиму? Он вас так хорошо кормит? Он так хорошо относится к вашим родным, близким, к вашим детям? Стоит все-таки это рвение как-нибудь придержать, чтобы потом не отвечать перед народом за свои деяния. Русский национальный фронт провел круглый стол, посвященный так называемым ТОРам, территориям опережающего развития. Закон об этих территориях был принят накануне Нового года, втихую, без обсуждения. Госдума быстренько проголосовала, Совет Федерации быстренько проголосовал. Президент быстренько подписал. Ну а теперь мы посмотрели в этот закон и увидели в нем признаки государственной измены. Практически все эксперты, которые были приглашены на круглый стол, он был достаточно многочисленный, пришли к общему выводу. Налицо признаки государственной измены. Поэтому мы собираемся обратиться всей этой группой экспертов в Конституционный суд и также обращаемся к гражданам. Будьте готовы к тому, что от Российской Федерации начнут отделять большие территории, как уже отделена, например, Чечня, или как выделяют себе участки с особым управлением бизнес-структуры корпораций, которые находятся под защитой кремлевской олигархии. Чем удаленнее территория, тем наглее произвол, который они осуществляют. Об этом мы тоже несколько слов скажем. Также Русский национальный фронт получил приглашение от организации, которая называется Моссовет, и которая собирается провести 1 марта социальный марш или митинг, посвященный социальным проблемам Москвы, с требованием отставки Сергея Собянина и всей его группировки, которая действует в столице. Мы эти требования поддерживаем, потому что знаем о том, как эта власть относится к жителям Москвы. Если это не будет чисто либералистическое мероприятие, то мы выдвинем свои требования, выдвинем свои лозунги и готовы будем к совместным действиям с другими политическими и общественными силами, которые потребуют устранения из Москвы, вот той властной группировки, которая всегда способствует маршам белоленточников и всегда действует против интересов граждан. Ну а в марте Русский национальный фронт совместно с другими общественно-политическими объединениями национал-патриотического фланга проведет акцию против политических репрессий, которые вновь волной накрыли всю страну, которые проводятся сейчас везде, и спецслужбы продолжают работать против русского национального движения, против русских граждан, против русского большинства. Мы призываем всех, кто нас слушает, внимательно следить за объявлениями, какие и где будут проводиться акции. На этот раз мы надеемся, что будет проведена всероссийская акция, и во многих городах будут проведены либо пикеты, либо митинги, либо хотя бы конференции или круглые столы, связанные с действием. Статья 282 Уголовного кодекса, а также с действием полиции, действиями судов, следователей, прокуратуры, которые направлены на подавление общественно-политической активности граждан, прежде всего русских граждан. Портал русского имперского движения «Правый взгляд» приглашает 20 февраля на курсы «Партизан», Санкт-Петербург, метро «Удельная», улица Дрезденская, дом 2, спортивный клуб «Резерв». Следите за объявлениями на портале «Правый взгляд». Поступила информация, что некие русские националисты, в кавычках, провели интернет-конференцию с некими украинскими националистами. Это, конечно, ложь, никаких украинских националистов быть не может, потому что не существует украинской нации. Украинцы – это те же русские, русские юга России. Просто они иногда забывают о том, что они русские, а многие забыли настолько, что уже русскими быть не хотят и даже ненавидят русский народ и всех русских, и Россию. Конечно, они уже не русские, но при этом украинская нация на основе ненависти, конечно, образоваться не может. Вся эта ненависть не делает их националистами, разве что сепаратистами. Украинскими сепаратистами, стремящимися отторгнуть от России ее исторические земли и заморачивать людям головы фантазиями, о чудной жизни в Европе. Их партнерами по конференции были тоже ненационалисты, может быть, даже нерусские, какие-то гитлерофилы. На фотографиях видно, каковы они. Вот посмотрите на эти физиономии. Посмотрите, какие радостные жесты они делают. И вот этот рыжий карлик, толстенький коротыш с рыжей бородой, какой-то уж очень часто встречающийся среди провокаторов персонаж. А вот еще аналогичный типаж, который в 2007 году устроил перед трибуной русского марша демонстрацию кривляний своих адептов. И вот эта секта потом с 2007 года начала захватывать русское движение. Я не сомневаюсь, что здесь присутствовали спецслужбы, они хотели все опоганить, вот как опоганили вот эти два придурка, которые стоят справа и слева от трибуны. Я был на этой трибуне, к сожалению, не видел, что там творится ниже, но вот этот рыжий карлик, который там стоит с микрофоном, мне вполне видно, тогда у него еще рыжей бороды не было. Конечно, это провокатор. Провокатор и негодяй. Ну, такой же, как и вот появившийся на этой так называемой конференции. Вот эти зигующие ублюдки больше похожи на маргиналов каких-нибудь чикагских подворотин. И они были призваны, чтобы маргинализировать русское движение. Это им удалось на время. Теперь это время закончилось, но из подворотни снова выползают рыжебородые карлики. Прямо как по сюжету повести Стругацких за миллион лет до конца света. Они также зигуют и огородят всякую чепуху, прикидываясь русскими. Вряд ли теперь они способны кого-то обмануть. Я надеюсь, что они не обманули никого, а вызвали чувство отвращения у всякого русского человека, который заметил эту конференцию, так называемую конференцию, так называемых националистов. Никакие они не националисты и даже не русские. Ну а с другой стороны и не украинцы. Новороссия за январь потеряла под бомбежками 242 гражданина убитыми, 273 ранеными. Разрушено 434 здания. Ополчение потеряло 92 бойца убитыми, 411 ранеными. И теперь говорят, что было какое-то там перемирие, и говорят, что перемирие вновь наступит. Идет самая настоящая война, в которой Россия участвует. Российская Федерация не участвует, а Россия участвует. Очерним ситуацию в Новороссии словами очевидца Александра Масолова, активиста воронежского отделения НОМП. Закончилась наша седьмая поездка в Новороссию. Отвезли гуманитарку в свое подразделение. Ситуация там стабильно неутешительная. Все большее число ополченцев прозревают истинную картину происходящего далекого от идеалов борьбы за свободу, за создание государства социальной справедливости и народовластия. В реальности там обозначилась худшая копия Российской Федерации с самозванцами, хаосом управления, воровством всего и вся, беззаконием и криминализацией. Боевые действия стали похожи на постоянно действующую утилизацию лучших кадров ополчения. У того же Моторола, по словам воевавших у него бойцов, в атаку идут в основном приехавшие из России добровольцы, причем не получившие ни гривны жалования за полгода постоянного присутствия на передовой. В его штабе местные жители героя ополчения вообще этой самой передовой не видевшие. Судя по всему, медийная раскрутка производится именно для привлечения пассионариев из России с последующей их утилизацией в боях за никому не нужный аэропорт. Кремлевский режим, разделившийся сам в себе на либералов и силовиков, неоднозначен в своем отношении к Новороссии. Либералы во главе с Сурковым делают все для ее скорейшего слива, замирения с Западом и восстановления прежнего нефтегазового благополучия, рассматривая ныне Новороссию лишь как средство утилизации опасного для них человеческого материала. Силовики, понимающие неизбежность прямого столкновения с НАТО, используют Новороссию как буфер, способный на какое-то время оттянуть войну от непосредственной территории Российской Федерации и выиграть время для реанимации подыхающего ВПК и усиления анемичных ныне вооруженных сил, дабы как-то подготовиться к грядущим лихим временам. Хотя их чаяния осуществимы только в условиях мобилизационной экономики, весьма далекой от нынешнего либерального бардака, пикирующей Российской Федерации. С учетом еще и того, что лучшие военачальники, такие как легенда русского спецназа полковника Квачков, находятся в концлагере кремлевского режима. Российская власть действительно деградировала до какого-то уже последнего, видимо, предела, и поэтому действительно лихие времена наступают, они уже на дворе. О возможности предъявления репарационных претензий к Германии заявил новый премьер-министр Греции Алексис Ципрос. По его словам, вопрос о репарации до сих пор остается неурегулированным. Кроме того, Греция так и не вернул беспроцентный кредит в 476 миллионов рейхсмарок, которые для покрытия оккупационных расходов в 1942 году Третий Рейх вынудил выплатить Национальный банк Греции. Общие потери от оккупации Греции оцениваются в 162 миллиарда евро. Германия уже заявила, что ничего выплачивать не намерена. Но тут же подсуетились наши ступицы. Депутаты Госдумы создают рабочую группу по подсчету ущерба, который нанесла Германии, напав на СССР в 1941 году. А получившуюся сумму предполагается предъявить Германии в качестве обязательств по репарациям. Инициатором этой дури является член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев. Он сказал, получается, Германия выплатила компенсации в 6 миллионов жертв Холокоста, но при этом проигнорировала 27 миллионов убитых советских людей, из которых более 16 миллионов были мирными жителями. Думаю, что итоговая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее 3-4 триллионов евро, которые Германия должна выплатить правоприемнику СССР России. Но депутат не в курсе, что Россия не оформила правоприемство от СССР, а также от Российской империи. Если будет оформлять, то выяснится, что у власти находятся самозванцы, которые захватили ее в результате государственного переворота. Вспомним события 1991 и 1993 годов. Вот еще один пример непроходимой дури и наглого цинизма чиновника. Губернатор Московской области Воробьев высказался так. В этом году необходимо полностью исключить закупку дорогих машин, мебель и услуг, организацию банкетов и фуршетов. За бюджетные деньги ничего лишнего. Это говорит тот самый человек, который за бюджетный счет в 2015 году арендовал люксовское авто за 450 миллионов рублей для себя и для своего аппарата. А на собственный пиар в бюджете Московской области заложил несколько миллиардов рублей. Но эти тупицы еще к тому же и невероятные наглецы, и невероятные подлецы. В России организуются эскадронные смерти, конечно, против русских, а не против бандитов, не против пятой колонны. Олигархия торопится найти в России некий Майдан и сотворить с нею то же самое, что сотворил с Украиной. Появилось движение «Антимайдан». Его инициатор и лидер ночных волков-мотоциклист Александр Залдастанов по кличке Хирург, член Совета Федерации олигарх Дмитрий Саблин, придворный писатель Николай Стариков, член Совета ветеранов Афганистана Вячеслав Шабанов, чемпионка мира по боям без правил Юлия Березникова, заместитель председателя Единой России в Госдуме Франц Клицевич и актер Михаил Пореченков. Вот такая группировка сложилась. О своем желании примкнуть к «Антимайдану» уже заявило Центральное казачье войско. Это пригретая властью организованная преступная группировка, которая используется в случае чего, когда нужно неофициально надавить на граждан, например, при сносе их гаражей, или осуществить бандитское нападение на штаб-квартиру оппозиционной организации, как это произошло, например, несколько лет назад с партией Великой России, куда ломилась целая вооруженная банда, которая частично была причастна к этому Центральному казачьему войску. На презентации этой поганой организации «Антимайдан» Шабанов заявил о готовности драться стенка на стенку Аберезникова в случае необходимости взяться за оружие. Им очень удобно вякать, спрятавшись за кордонами ОМОНа, лживых судей и прокуроров. Понятно, что эта организация прежде всего антирусская. Наиболее конкретно цель «Антимайданцев» сформулировал придворный мотоциклист Залдастанов. Не допустить развала государства, чтобы пятая колонна смогла расчленить нашу страну, как это было сделано в 90-е годы. Обрубки расчлененной тогда страны кровоточат до сих пор. Между тем, именно Кремль готовит расчленение страны, как уже мы говорили, с помощью законов о торах, территориях опережающего развития. И именно расчленителям, сепаратистам, вот этот «Антимайдан» и эти мотоциклисты и прочие чрезмерно активные граждане как раз и служат. Они просто обслуживают этот режим, обслуживают режим сепаратистов и русофобов. Штатный кремлевский мотоциклист также заявил, единственное, что заставляет их, пятую колонну, отказаться от своих планов, страх. Предавать и убивать за деньги спонсоров они готовы, а умирать за деньги не готовы. Вероятно, он имел в виду как раз именно себя и свою собственную группировку. Они декларируют борьбу с оранжевыми, игнорируя тот факт, что оранжевые лишь хотят разделить власть с родными им ржавыми, находящимися в Кремле. Русские националисты никогда не пойдут на поводу этих негодяев. Следует представить клеймо провокаторы, наймит олигархи и русофобы. Рубеж севера, организация русских националистов, сообщает некто Дима Зорин, член организации «Молодой гвардии» и сторонник вновь созданного движения «Антимайдан», оказался с бурной фантазией, предложил 15-летнему мальчику переодевание в женскую одежду и на этом романтическом этапе был схвачен охотниками за педофилами. Поздравляю вас, господа из «Антимайдана», вот с такими людьми вы будете иметь дело и такие люди у вас будут составлять ваш основной актив. А вот что творят любимцы президента Российской Федерации прямо в столице. 3 февраля на 11 уроженцев Чечни составлены административные протоколы после того, как они в составе вооруженной группы, примерно в 30 человек, попытались взять штурмом офисное здание на востоке Москвы. На территории комплекса обнаружили множество травматических пистолетов, боевой пистолет Макарова с глушителем. В столкновении пострадало около 10 человек, трое госпитализированы. Полиция расценила это вовсе не как бандитское нападение и групповое преступление. Чеченцев отпустили менее чем через сутки после того, как составили на них акты об административных правонарушениях. Также возбуждено уголовное дело по статье 222 РФ УК РФ «Незаконное охранение оружия» и по статье 213 УК РФ «Хулиганство». При этом один из главарей банды просто исчез из отделения полиции, не оставив никаких следов. Вот так относятся к нашим братьям меньшин в полицейских участках, где обслуживают интересы олигархи, интересы русофобской группировки. Не менее бандитскими средствами действуют частные армии топливных компаний. Служба безопасности компании «Сургутнефтегаст» обложила поборами местных жителей в Якутии. При проезде из поселка Пеледуй по единственной дороге требовали по 100 тысяч рублей с каждой машины, 10 тысяч рублей с каждого пассажира такси. На это требование местный бизнесмен Валерий Лейкин ответил перекрытием дороги, а набежавшую охрану в течение 6 часов отгонял стрельбой с травматического пистолета, после чего он был задержан полицией, но полиция всегда на стороне бандитов у нас, и оштрафован на 1 тысячу рублей за неповиновение правоохранителям. 30 января в библиотеке Института научной информации по общественным наукам и НИОН Российской Академии наук начался пожар. Причины возгорания пока не установлены, однако версий как минимум три. Поджог, замыкание электропроводки и озвученное в эфире радиостанции «Говорит Москва» директором и НИОН академиком Юрием Пиловаровым возгорание от петарды. Но это надо с ума сойти, чтобы библиотека сгорела от петарды. На полную ликвидацию пожара потребовалось более суток. Представляете, какого масштаба был пожар. Общая площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, одна из стен здания и кровля. Электронный каталог и база данных библиотеки содержали около 3,5 миллионов записей, однако в результате тушения пожара серверная была залита водой. Сохранились ли оцифрованные данные, остается пока вопросом. Большая часть информации по хранившимся в фондах литературе находится в алфавитном и карточном каталогах, которые полностью уничтожены пожаром. А чем же ИНИОН был до пожара? Вот свидетельство очевидца. Они замуровали парадный вход. Они приходят на работу в 11 и уходят раньше 16 часов. Они работают на компе одним пальцем. Они настолько опустились, что не управляются по телефону. И нужно лично ходить за каждым сотрудником и контролировать, чтобы он не сбежал в темноту. У них внутри института нет единой базы данных. Каждый библиотекарь записывает читателей свою тетрадку. И главное, они берут деньги за поиск книг. Или ты заранее знали, что тебе нужно, перелопачиваешь библиотеку, пишешь под копирку читательское требование, ждешь полдня и читаешь книгу. Или ты пытаешься угадать, когда эти твари сидят на работе и у них не выключены сервера и платишь деньги, чтобы они, так и быть, нашли тебе что-нибудь. Вот такая неутешительная ситуация была с этой библиотекой. И никто не вякал. И директор не выступал в прессе, не обращался к общественности, не делал ровным счетом ничего. А теперь рассказывают какие-то байки про петарду, которую можно сжечь целую библиотеку, поджечь 2000 квадратных метров территории, которая специально оборудована для того, чтобы пожаром в ней не могло возникнуть вообще. Конечно, скорее всего, надо предполагать поджог. И поджог именно тех, кто пытался скрыть свое безобразие в этой библиотеке. На плане перспективного развития района на месте Иниона торговый центр. Кому-то нужна была земля под библиотекой, кому-то надо было скрыть царящее в библиотеке безобразие, кому-то надо было уничтожить национальное достояние. Воронья-Слободка загорелась, подожженная с трех концов. Формальная библиотека Инион четвертая в стране по объемам фондов и вторая в Москве после Российской государственной библиотеки Ленинки. Пивоваров является директором Инион с 1998 года. А вот его автопортрет в его собственных высказываниях. Пивоваров говорит. В известном смысле идея товарища Канта о мировом правительстве сегодня на самом деле реализуется. И если кто-то является противником упомянутой структуры, то я лично ничего против не имею. Потому что плевать мне на всякие русско-нерусские системы. Мне важно, чтобы люди жили по-человечески. И если мировое правительство будет этому способствовать, то пожалуйста. К тому же в рассуждениях Канта о мировом правительстве, как мы помним, имеется одна очень важная мысль. Кант говорит о том, что Россия не сможет управлять Сибирью. Это мне очень близко. Я убежден, что Россия в ближайшие полстолетия уйдет из Сибири и популяционные процессы будут столь сильны, что Россия географически сузится до Урала. Вот такой негодяй. Для Пивоварова Великая Отечественная война не отечественная и невеликая, а так называемая война. А победа в ней – миф. Высказывание Пивоварова в передаче «Суд времени» Богомерзкий Сталин создал отвратительный культ Александра Невского и далее. Тот же Александр Невский – одна из спорных, если не сказать смрадных фигур в русской истории, но его уже не развенчаешь. И Невский, оперевшись на Орду, стал ее наемным воином, а ледовое побоище – всего лишь небольшой пограничный конфликт, в котором Невский повел себя как бандит, напав большим числом на горстку пограничников. Так же неблагородно он поступил в Невской битве, за что и стал Невским. Вопрос – почему сгорел и не он? Ответ – по причине русофобии его руководителя и стоящего за ним начальства. Ну и как обычно о воровстве. Российские строительные компании, обанкротившиеся после Олимпийской стройки в Сочи и задолжавшие деньги своим сотрудникам до сих пор не расплатились с рабочими по своим долговым обязательствам. Отчаявшиеся люди обращаются во все инстанции и даже пишут письма президенту России Владимиру Путину. Многие писали, многие тысячи, даже сотни тысяч. Результат – неизменные высшие чиновники, всегда на стороне воров. Не надо писать Путину, не надо писать в правительство, это бесполезно. Кто писал, прекрасно это знает. Ну вот началась война между ворами. РЖД и региональные власти схлестнулись. Ихудо становится людям, которых грабят и те, и другие. В Тульской области отменили все электрички. Ранее стало известно о полной ликвидации пригородного сообщения в Псковской и Вологодской областях. Отменены электропоезда также в Тверской области, Забайкальском крае, Нижегородской и Томбовской областях. Причиной отмены с начала этого года около 500 электричек стало невыполнение регионами правительственной структурной реформы на железнодорожном транспорте. Области задолжали железнодорожникам более 36 млрд рублей за пригородные поезда. В прошлом году власти регионов заплатили госмонополию лишь 8,7 млрд, вместо положенных 15 млрд. Долг возник из-за того, что стоимость билета якобы не окупает расходы на перевозку пассажиров. Ну тут же Владимир Владимирович подсуетился и объявил, что надо дать людям все. Дайте людям все. Восстановите электрички. И якобы из 500 электричек 300 будут восстановлены. И все уже счастливы. Ну наконец-то поезда пойдут, хотя из 500 всего 300 будет восстановлено маршрутов. Но это уже всех радует. Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил, нам выгоднее купить каждой семье, которая пользуется электричками, по автомобилю Жигули, чем отдавать деньги железнодорожникам каждый год, увеличивая вложения. Ну так купите наконец эти Жигули, если вам так выгоднее. Ну пока Путин распорядился дать людям все, холопы ликуют, вменяемые русские люди здраво оценивают ситуацию и чают наступление условий, когда весь этот позорный хлам можно будет вычистить из системы государственного управления и утвердить в России по-настоящему русскую власть.